Четыре тысячи лет назад египтяне мед в чай хоть и не клали, зато хорошо знали, медом можно законсервировать все что угодно, хоть помершего фараона, хоть кусок мяса, который, если его обмазать медом, пролежит до следующего солнца. Более того, такой способ консервации используют до сих пор. Хозяйкам на заметку, например, жители острова Цейлон, даже те, у кого есть холодильники, хранят мясо только в меду. Оно не портится и не меняет вкуса. Но почему мед обладает такими качествами? Когда ученые заинтересовались этим, их ждали удивительное открытие. Специалисты развели в стакане дистиллированной воды чайную ложку меда и детально исследовали полученную жидкость. Их ждало неожиданное заключение. Вещество оказалось очень похожим на плазму крови человека. Наша с вами плазма состоит из глюкозы, и мед состоит из глюкозы, и фруктозы. Также в плазме есть огромное количество витаминов, минералов, есть белок, и в меде есть витамины, минералы и белок. И поэтому с уверенностью можно сказать, что мед – это некий суррогат человеческой крови. Но как получилось, что мелкие кусачие насекомые научились делать сложнейший продукт, который похож на нашу плазму, сохраняет еду свежей и при этом полностью усваивается организмом человека? Кто такие пчелы? Откуда взялись? И как готовят свой нектар? Подойти к разгадке феномена меда ученые смогли только сейчас. Это продукт, который может храниться тысячи лет. Аналогов такому нет вообще, в принципе, на планете Земля. Мед, который найден был в гробнице Турнхамона, до сих пор можно употреблять в пищу. В нем не развивается болезнетворная микрофлора, в нем не развиваются споры плесени. Именно за счет этого он имеет бактерицидные свойства и свойства консервантов натурального. Современная наука находит все новые и новые полезные свойства и качества меда. В апреле этого года индийские ученые провели исследование, и оказалось, что мед прекрасно справляется с мукозитом. Эта болезнь слизистой рта и желудочно-кишечного тракта появляется у онкобольных после химиотерапии. Если больной употребляет мед, его ткани восстанавливаются значительно быстрее. Но самое ценное, что мед способствует предотвращению инфарктов. Сотрудники Университета Вашингтона рассказали, каким образом. Все дело в особом сахаре. Медовый сахар под названием триголоза очищает артерии от бляшек.